А потом нет. Послал войско свое, вот, видимо, либо поубивать всех евреев, либо убить кого вернуть, либо всех вернуть. Не знаю, короче, что там он мыслил себе. Одним словом, армию послал за рабами. И оказались евреи перед морем. Ну, там евреи были, не евреи. Все, кто уверовали в Бога, короче, все, кто доверились Богу, все, кто поверили Богу Израиля, поверили Богу Авраама, Исаака, Якова, все подошли к морю. Вот. И что произошло? Значит, море раступилось. Море раступилось, и люди смогли пройти по суше. Как по суше? По дну морскому. Вот. Это было вообще, это было сверхъестественно, потому что даже если там, ну, некоторые пытаются объяснить это как бы естественно. Вот. Ну, там написано, дул ветер, сильный ветер, да. Но некоторые думают, ага, вот раз ночью дул ветер, значит, возможно, это был отлив, возможно, это как бы вот, и они перешли вброд. Знаете ли, выйти все люди без потерь со скотом вброд невозможно, вот, через море это. Вот. Плюс еще, представляете, значит, ведь египтяне бросились за ними, а волны сомкнулись, и все, и они погибли. Поэтому это не был никакой отлив-прилив. Вот. От отлива-прилив можно было им избежать, а здесь все погибли. Вот. И тем более, хорошо, даже если, представьте, какое чудо. Море раступилось, все, и вода была с одной и с другой стороны. Хорошо. Но, ведь это же не асфальт, это же не дорога протоптанная, да. Здесь даже по пахоте, по пахоте, попробуйте в селе пройти, да. Не знаю, сразу ноги устают вообще, там, там, вот, это же страшное дело. Вот, а там, если в большое поле, допустим, идти, устанешь, невероятно. Так это пахота. А представьте, когда Ил, когда Тина, когда все это, вот, то есть, если, вот, вот, я родился на Волге. Раннее детство у меня прошло на Волге. Вот. И у нас там, значит, когда, там есть притоки Волги, Цивиль и, какая-то еще речка забыл я, на рыбалку ходили, на Цивиль, вот. И там, получается, так, что там ГЭС построена была. И, значит, и когда ГЭС там сбрасывало воду как-то, я не знаю детали, одним словом, там, но Волга очень обмельчала сразу, получается. Вот, то есть, мы могли пройти там, где еще буквально, буквально вчера еще, ночью еще была вода. Вот, но за ночь она уходила, эта вода. И мы шли уже к берегу уже, ну, где рыбачить. Надо было пройти уже по месту, которое было еще вчера, было под водой. И потом она была уже, ну, там, уже давно уже, несколько месяцев. Так там невозможно идти, там топит просто. Просто топит, просто вязнешь просто и все. Это хорошо, там и камни были еще какие-то, можно было по камням. А там просто завязнешь и все, не пробежишь-то. Вот. Поэтому это было еще чудо какое. Раз вода раступилась, но Бог сделал и даже дно, вот, ну, как автотрассу какую-то, не знаю, этого. То есть, люди смогли там и ведь, и на этих, на телегах всяких там проехать, там, скотство перевезти смогли. Вот. А потом, когда египтяне бросились в погоню, в догонку, воды сомкнулись. И армия погибла, фараоновая армия погибла. Вот. Страшно, конечно, тоже люди, понимаете ли, не все же там так, вот. Вот. Но судьба такая солдата, знаете ли, приказ есть, приказ не обсуждается. Идут и погибают. Ни за что буквально. И вот, значит, и есть такое еврейское предание старое, интересное. Вот. Когда, ну, в Библии там рассказывается, что когда, значит, увидели коня и всадника на берегу, то есть коней и всадников, мертвые трупы уже, армии фараоновой. Люди возрадовались, там, стали там хороводы водить, значит, там, плясать, значит, там, все, значит, там, радоваться. Что, ну, шутка ли, армия огромная и вот без единого выстрела, вот, все мертвы стали радоваться. И вот по преданию в это время люди увидели ангелов, которые сошли с неба, как бы, и сказали людям, чтобы они не сильно радовались. Пускай радуетесь, но, ну, не сильно радуетесь. А почему? Потому что у Бога печаль, не просто радость, а еще и слезы. Почему? Потому что, ну, и египтяне, и лошади, все, все это, а это же тоже его, он создатель всех нас, отец всем нам. Вот, и слава Богу. А сейчас великий исход совершается через Иисуса Христа, великий выход из царства тьмы. И даже те противники, которые погибают, знаете ли, противятся Евангелию Христову, погибают. Разве Бог не печалится о них? Печалится, конечно. Вот, даже те, кто идут против, против верующих, конкретно. Вот, и о них Бог печалится. Поэтому Господь даже и говорил нам, Иисус, молиться загонителей наших, благоставлять, молиться загонителей наших. Вот, чтобы Бог дал им покаяние, спасение тоже. Вот, вот так вот, слава Богу. Так что, любые браты и сестры, братья и сестры, хорошо, что есть интернет, там аудитория возникла небольшая даже, слава Богу, это хорошо. Вот, значит, и Бог пусть сделает, вот что с нами, мацу, мацу, своей праведности. Вот, каким образом? Мы взираем на славу Божью, взираем на Христа. Я знаю, что Иисус Христос, моя праведность, моя святость, мое спасение, мое избавление. Вот, такой урок сегодняшний. Вот, ну, а эти дни я вот размышляю и о исходе том древнем, и об исходе современном, и об исходе, в конце скажу еще, об исходе будущем. Надо завершить об этом еще сказать. Почему? Потому что есть исход еще будущий. Потому что, да, Господь сказал интересную вещь такую. В Слове Божьем. Об этом очень мало так, так вскользь. Фессалоникийцам послание есть. Есть в Откровении, об этом тоже интересно, что при гласе Архангела, при трубе Божьей Господь сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. А потом и мы оставшиеся пришествия Господне восхищены будем на блаках, в средине Господа на воздухе, и так всегда с Господом будем. И даже говорится, утешайте друг друга такими словами. Интересно. Вот. То есть будет последний исход. Это будет какой-то сверхъестественный. Ну, любой исход у нас сверхъестественный. Но здесь я не представляю, как это, как. Наверное, лучше не представлять. Потому что, вот, потому что как не представляю, это просто нельзя себе вообразить даже. как лететь в средине Господа на воздухе. Вау, я не знаю. Вот, друзья. Поэтому есть вещи, которым никак не подготовишься. просто-напросто. Просто-напросто. Вот. Вот. Если вы боитесь высоты, не бойтесь. Это будет не страшно. Нет. Потому что, когда с Богом, там совсем по-другому. Я вот, я раз пережил во сне вот такой полет, как наяву. Вот. И я увидел, что это, да, это, это вообще удивительно. Кстати, этот полет был связан с Украиной. Я давно рассказывал как-то уже, и не раз уже рассказывал. Значит, расскажу еще для вас тоже. Значит, в 97-м, когда приехал в Украину, да, вот, потом во Львов, потом в Киев. И вот в Киеве уже мне снился сон. Вот. И снился сон интересный такой, что, вот, Настолько реальный, я тогда еще на самолетах ночью не летал. Вот, дневной опыт был, да, днем лететь, а вот ночью нет. Вот, ну уж кино только увидел, но увидеть в реальности, я увидел это во сне. Вот. Короче, с квартиры, где спал, я вот реально только уснул, и тут же я вот, как будто бы, я поднимаюсь выше-выше, над крышей уже. Вот, над домом вижу этот район, там эти вот улочки, вот это вот, как раз где виноградарь, там уже, как называется, Правда, по-моему, улица, или как там, забыл. Проспект Правда, о, вот, значит, да, и там потом виноградарь уже, вот, значит, и там дом такой, он какой-то был известный в советское время, там какой-то мафиозный, бандитский кафе был какой-то там, мне рассказывали там, какая-то шпана собиралась там. Потом, кого побивали, кто в депутаты, кого, кого, кто помер уже. Короче, все там, судьба разбросала всех, вот, но там, вот, в конце 80-х, начало 90-х, там была кафешка такая известная. Вот, и вот в этом доме как раз, значит, ночевал-то, и, значит, что интересно, как будто бы полетел, и высоко уже лечет, и не страшно совершенно, не страшно, а наоборот, даже прям, я так бы испугался бы вообще, лететь. А это лечу, и хоть бы что. Вот, но я видел хорошее, дальше, пробуждение духовное в Украине, огромное пробуждение, которое просто, ну, невероятно было. Но я понял, что это пробуждение. Я видел, как плавится, как будто бы металл, или как-то, не знаю, с чем назвать это, вулкан, там, плавильник какая-то, вот, как будто до Бела просто накаляется это место. Вот, именно Киев непосредственно, до Бела просто, до Красна, а потом до Бела, вот, и потом оно все, как бы, проистекает, как бы, как по желобкам, вот, как вот, я этого натурально не видел никогда этого, но вот, только по телевизору, как-то, оказывается, металл плавится, там, по желобку, там, раскаленный металл, там, раз, там, течет ручейком таким. Вот, нечто подобное, похоже, нечто похожее стало с Киева проистекать, как бы, вот, ну, я не знаю, это ж не карта была, это ж, ну, больше или меньше, вот, ну, территория Украины, я как себе представлял ее, наверное, так вот, и так и есть. Но с Киева шло точно, проистекало, проистекало, и потом, куда оно дотекало металл, как бы, как бы металл, вот, это, как, я понял, как пробуждение, вот, и куда проистекало, там тоже, как бы, останавливалось, и там начинало снова плавиться тоже, чик-чик-чик, вот, на тех местах. И дальше еще, оттуда проистекало, еще, 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 проистекало. И вот, ну, больше или меньше, но вся территория Украины была охвачена этим, просто, ну, как плавильня такая, вообще-то, как прилетело, не помню, но я проснулся, я в таком был воодушевлении, думаю, вот это, да, это не просто сон пронесом, это вот, действительно, сон такой, с полетом. Сейчас уже забыл все, забыл с переживания, тогда это, я был, особенно первые дни был вообще просто под таким сильным впечатлением от того полета, вот, и я знаю, что пробуждение огромное, духовное, здесь оно должно произойти, оно уже происходит, ну, так, еще по чуть-чуть все, по чайной ложке, а вот, а должно быть очень таким большим, с очень сильным пробуждением. Потом там другой сон видел еще, другой еще, тоже там же, кстати, в том же доме, там, значит, и во сне, как будто я, а, нет, не в том доме, ну, да, в том доме снился сон, а снился, как будто бы я в каком-то доме в Киеве, вот, выхожу из подъезда, вот, с мысля, что я здесь живу, но я этого места не знаю вообще-то, не мог вспомнить этого места. Выхожу, значит, и возле подъезда люди собрались некоторые, вот, кто-то на коленях стоит, и меня кто-то позвал тоже присоединяйтесь, мол, помолимся здесь. Как-то я вообще так, я растерялся, удивился, но необычно. Утром, а я еще, у меня мысль такая, что я сейчас к метро мне нужна, вот, я к метро мне нужна. Вот, и предлагаю помолиться, думаю, что это как прикол или это, или настоящее это, вот, и я подошел, я реально ощутил, что люди молятся на самом деле. Я был в таком удивлении. Пошел дальше, подхожу, остановка троллейбусная такая, вот, как-то все чудно. Зашел в троллейбус, значит, люди, несколько человек стояли прямо в троллейбусе на коленях. Там где-то, там где-то. Я так смотрю, я удивляюсь. А самое интересное, реакция других пассажиров нормальная. То есть, ну, вот, едет человек, пару остановок, почему бы ему не на коленях, кстати, не помолиться. И я был удивлен. А они не удивлялись. Некоторые смотрю, тоже там, вроде как молятся, или не молятся, другие там, Библию читают. Короче, что-то, как на служение попало. Это просто троллейбус. Я, короче, куда подъехали, точно запомнил. Лукьяновка. Только как немного по-другому, там, вот эти, там, ну, совсем, ну, как бы, планировка немного другая, но Лукьяновка точно. Подъезжаю, значит, вот, выхожу, там уже народ уже много, уже, ну, как всегда возле метро, значит, вот, но другая атмосфера. Какая-то другая атмосфера там вообще. Вот, вот так вот. Так что, молюсь сегодня тоже, пусть это духовное пробуждение, пусть имя Иисуса славится, пусть, действительно, имя Господа Иисуса прославится во веки. И здесь, в Украине, в Киеве, вот, непосредственно, и по всему лесу земли. Слава Богу. Благоставляю Израиль сегодня, благоставляю Иерусалим, потому что в эти дня пресночные, для многих это просто традиция. Знаете ли, как вот, для многих христиан, здесь вот, да, в Украине, к примеру, да, вот, Пасха, ну, сейчас Верба, допустим, Верба, не я бью, Верба бьет, значит, да, значит, там, да, ну, сейчас, но в Киеве не бьют, вроде, никого, не видел, чтобы Христалли, но, значит, вот, может, на участке избирателя, может, не я бы Верба бьет. Вот, а так, значит, все, все мирно. Вот, ну, как для христиан, допустим, для многих Пасха, это просто куличи и крашенки, значит, да, значит, писанки, значит, вот так для многих евреев, большинство, Пасха, это просто маца, значит, горькие травы, значит, ну, и все, значит, ну. А на самом-то деле, наша Пасха, это сам Машех, сам Христос, сам Избавитель, вот в чем секрет, что наша Пасха, это сам Господь, вот, он смысл всего, вообще, всего этого. И, да, мы можем, конечно, говорить о Ветхозаветном, Новозаветном формате, это все, но, по большому счету, наша Пасха для всех нас, неважно, в какой мы там конфессии, динаминации, там традиции, вот, еврейской, языческой, неважно. Важно, что наша Пасха, это сам Христос, сам Мессия, он Избавитель, слава Богу. А, кстати, о католике, да, и вот, да, на Западе, католическое сегодня, Пасха тоже, у евреев Пасха продолжается, у католиков начинается, у православных еще преддверии Пасхи еще, получается, но, в принципе, все эти дни, они такие пасхальные, пасхальные, предпасхальные там и прочее. Но, самое главное, пусть для всех нас будет уроком таким важным, что наша Пасха, это сам Христос. Аминь. Вот, и следующее воскресенье, давайте мы, вот, проведем такое служение, вот, и вместе, я, вот, надеюсь, буду здесь, короче, я еще не знаю точно, но молитесь, короче. Вот, и я на чемоданах уже, честно говоря, ну да, да, уже, уже долго уже, вот, уже соскучился, уже уже не могу, уже вообще, как бы, не, слава Богу, из интернета, конечно, я там могу хоть каждой день смотреть, внуков, внучек, онлайн. Но, но, но это ж не то, это ж совсем не то. Это ж все хорошо, но, как бы, это не то. Вот, да. Так что я здесь. Мы с Алексеем Ивановичем бабаи. Так, Господь, спасибо Тебе, спасибо Тебе за этот день, спасибо, благодарю Тебя за Твою Пасху, это Твой праздник на самом деле, это действительно Твое чудо. Боже, дай всем нам уразуметь, Боже, верующим разных конфессий, традиций, разных динаминаций, уразуметь, что наша Пасха это Ты Сам, это не просто что-то возле Тебя, это не просто традиция какая-то, не просто культура, обряд. Нет, 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 это Ты Сам, наша Пасха, смысл всего, это Ты. И в празднике Ты самый важный. Во имя Христа благоставляю великое имя Твое, благодарю Тебя за все. Аминь. Сестры, братья, это, знаете, это как будто бы, вот, к примеру, на праздник прийти, например, день рождения, да, вот, а каменинику так и не подойти, допустим, да, там, торты попробовать, торты попробовать, там, там, пирожные всякие, там, значит, там, с кем-то еще, там, переговорить с друзьями, там, а каменинику так и не подойти даже. Ну, как бы, ну, некрасиво, тебя же пригласили, вот, просто подойди хотя бы даже, ну, поздравь его, понимаете, а это получается, что вот, да, вот, Господь говорит, вот праздники мои, да, вот, а до самого Господа, как бы, вот, вроде как бы и не доходит, вот, пусть совершается чудо, и в разных, вот, говорю, независимо от того, какая конфессия, там, какая церковь, там, деноминация, не то важно, пусть люди все, евреи, не евреи, там, опять-таки, тоже, все ж поражают, по-разному тоже, и молятся, и мыслят, но пусть каждый человек, он, вот, осознает, что не традиция, не обряд, не культура, а подойти к самому виновнику торжества, как бы, так, к самому, вот, имениннику, к самому, вот, спасителю, потому что в нем спасение наше, вот, и как вот, я в Кривом Роге был, вот, не так давно, там, как раз, жил на этом, в 95-м квартале, как раз, там жил, возможно, президентском уже, ну, а там не знаю, короче, как, как, как Бог даст, вот, значит, и, значит, так вот, и, слушал с Кривого Рога, как раз этого, певец этот, еврейский певец, Мачете, Мачете, вот, у него песня эта есть, наш президент Машех поет, наш президент Машех, мне так понравилось, думаю, здорово, точно, потому что разные президенты, они меняются, да, императоры, президенты, диктаторы, там, значит, там, генеральные секретари, там, ну, как-то, как не называть там, отцы народов, вот, но наш президент, это сам Машех, сам Христос, вот, пусть Господь благословит всех вас, дорогие друзья, во имя Иисуса Христа, и, надеюсь, мои тоже подключались, вот, благословляю, если нет, то тогда уже в записи, тогда тоже, но все равно приятно, благословлять вас, благословляю всех вас, во имя Господня, и вас собравшихся, и всех, кто, да, смотрю, до сих пор многие все в сети, молодцы, молодцы, и, слава Богу, не ожидал, я так думал, может, Алексей Иванович подключился бы, думаю, хорошо бы, а, смотрю, еще кто-то подключился, так что благословляю вас, во имя Господне, во имя Иисуса Христа, да благословит тебя Господь, и сохранит тебя, да присылит на тебя Господь светлым лицом своим, и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя, и даст тебе мир, во имя Иисуса Христа, аминь, аминь, мы сейчас завершим молитвой тоже, а это уже онлайн уже отключаем, вечером в 6 утра подключайтесь, в 6 вечера, в 6 утра и в 6 вечера, короче, делаю, такие трансляции, да вы что, 65 человек подключалось, но не все, а сначала до конца, до конца 10 человек оставалось только, а так, что опять человек, не чувствуете, не ожидал.